Так, немного покатаемся BMG Drive Ну, карта Мамот Вэлли Горная карта с ледяными дорогами Небольшой поселок В горах, делий много В горах И туннели есть Еще главное идет снег Ну, москвичи вот взяли Которые московского завода Наиболее как бы Красивые В общем, в ряд стоит Москвич 407 Потом москвич 408 Потом 2140 2140 SL 2141 переднеприводный Там дальше князь Владимир 2142 Ну, короче, вот на старом, как видим Стоят желтые номера Надпись москвич Гребешок На молдинге, в принципе Модель, как видим, очень неплохая Сбоку все красиво сделано Вот сам поселок Так, посмотрим теперь салон Вот как выглядит Ампер, бензин, масло, вода Переключалка справа на руле МЗМА Вот под ней Под ней Вот, кстати, видно, как педали ходят Под ней Для гудения Дуга такая сделана Ну, как салон, вот обшит Радио длинные, средние волны Громкость Там прикудиватель, печь Чуть дальше бардачок Вот такой салон, в принципе, довольно красиво Это против солнца Козыреку Ну, такой спидометр в кружке На 140 километров пробит Хотя он был 115 Одометр он там Много показывает 346 898 Так, теперь посмотрим дальше 408 М Четырехфарный Московский завод Родняя машина Поэтому Сделаны лодочки Такие сзади С крыльями Самый, пожалуй, красивый Москвич Ну, и там я еще пикап поставил Как вот стоит синий пикап С ботами Это так, просто для сравнения Так, вот эти Круглые фары Вот сбоку, кстати Можно поднимать стекло И дверь закрывать Кнопки Ну, ранний, оригинальный Как и руль Сильно выкручивается Абадок Надписям ЗМА Тут передачи слева переключаются С ручкой Ключ вот там Зажигание В двери На 160 километров Пробит спидометр Тут в виде глаз так сделано Ампер Бензин Масло Вода Адометр тоже есть Вот там клюшка Ручного тормоза есть Радио На печи вот это Как бы Нагрев печи И обдув Какое идет стекло Бардачок Вот с надписями 408 Потом-то Там зашили металл Уже так красиво не было А вот Вообще Коробка вот То есть Это ручной Получается тормоз На руле А коробка-то Вот Наперед Видишь Отрицательные Передачи Первая Третья У нас Положительные И Задние Вторая Четвертая Задняя Четыре Передачи Ну и Скоро Сама Тут явно Светло Сделано Поначалу Ты видишь Вот с такими Под березу Крапинки Против Солнечной Козырьки Туриста Кстати На его основе Сделано Это Под руку Вот такие Сделаны Тут Кстати Для подголовников Поначалу Не было Но зато Диван Впереди Цельный Теоретически Можно Третьего Посадить Но здесь По правилам Было Нельзя Хотя Вроде В Скандинавии Можно было Третьего Посадить Не очень Удобно Правда И Теоретически Шесть Человек Он мог В общем-то Везти Так Ну дальше 21.40 Так вот Выглядит Ранний Со значком Хром Еще Сохранялся Вот на Бампере Но маловато Уже Осталось Крома Черная Фирменная Полоса Вот на нем Сзади Так Посмотрим Внутренность Как выглядит Тут уже Безопасными Накладками Все сделали На руле Тоже Такой Кирпич Делали И вон Ключ Убрали За руль Это еще На 412 Было Сделано Ну Ручник Традиционный Приборы Вот такие Тут написано По-английски Fuel Amps Oil Temp К сожалению Тахометра Так же не было На 160 Пробит Такие Прорезиненные Травмобезопасные Накладки Вот Уже Подголовники Сделано Их тоже Можно открутить И сложить сиденья Чтобы спать Ну Салон Так в целом Красиво Сделан Нормально Так Вот это SL 2140 SL Самый красивый Югославские Бамперы Из Этого Сделанного Пластиком Безопасные Ручки Тоже Ну В принципе Это как 2140 Вот Задняя Обдувка Стекла Полосу Черную Убрали Такой блок Фар Вот у нас BCSL Это скотчем Москвич Полтора Написано Так Ой Подожди Прискочил Уже Так Вот он Ну вот Внутри Кстати Обрати Внимание Ну Во-первых Салон Степово Очень Сделан Был В SL Очень Вот Подголовники Такие Тогда Модно Было Пластиковые Но Их Выкрутить Можно Безопасности Вот Эти Ремни Вот Там Для Ключа Дырка Ручка Переключалки Тут Вроде Даже Магнитола Уже Было Обдувалки Вот Сделали Немного По-другому Дверь Кстати Там Лампочка Загоралась Когда Открывали Ну Кстати Ну Вот Эти Приборы Как бы Сделан Тоже Спидометр Другие Указатели Вот Там Бензина И прочего Вот Фирменные Часы Очень Прикольные Электронные И Кстати Время Соответствует Тому Что на Компьютере Установлено Это Очень Степовая Хорошая Модель К сожалению Не все Модели Запускаются Не Всем Причем Ругая Не только У меня Там Ругаются Тоже Что Ничего Не Запускается Так Это Максимка 2141 Переднеприводный Он Хэтчбек У него Там Сзади Дверь Открывается Они 2140 Так Вот Внутренность Так Она Тоже Современная Машина Пирамидка Для Переключения Передач Конечно Попросторнее Получился Тоже Подголовнички Такие Сделаны Но В основном Все Пластиковые Так Руль С надписью Озылка Ну Тут Уже Тахометр Есть Конечно На 160 Вот Пробит Спидометр А рядом Тахометр Стоит До 70 Оборотов Нормально 70 До Восьми Секретически Конечно Вот Магнитола Тут Стоит И Обдувок Обдувок Всяких Больше Сделан Такая Машина Так Ну И Князь Владимир В конце Это Как Они В начале 2142 Должны Сделать Вот Без Этой Вставки Он Более Короткий Потом Сделали Вставку Сделано Немного 1300 Машин Моторы Как Узамовские Стоят Так И Рено Узамовские 1.7 1.8 Литра А Реновские 5 R7 R7 Самый Крутой Цель Мотор Ренов Это Позднего Выпуска С Измененной Решеткой И Кстати Для 2141 Тоже Такую Изменили Радиатор Как Святогор Назывался А Удлиненный Святогор Юрий Долгорукий Назывался Еще Была Более Такая Люксовая Версия Князя Владимира Калитана Иван Калита Назывался Которые Не Очень Любили Некрасиво Выглядел И Хотели Еще Более Дорогой Лимузин Невский Вот Такой Нормальный Седан Большой Багажник В принципе Хорошая Очень Машина Это Вот С мотором Ренов До 200 Км Может Разгоняться Тахометр Вольт Вещь Стрелки Спидометр До 200 Пробит Такой Руль Уже Маленький Рули Тоже По Разному Делали Переключалки Всякие Вот Этого Как Б Ручник Магнитола Всякие Там Колориферы Вот Такой Салон В Принципе Довольно Таки Довольно Неплохая Машина Сзади Поскольку Там Вставка Так Ногам Очень Удобно Протягивать Ноги И Тоже Самое До 80 Оборотов Чтобы Не Перекрутить Мотор Короче Говоря Сейчас Можно Покататься А там Будем Вначале На 407 Поедем А Кстати Давай Прежде всего Посмотрим Карту Вот Вот Такие Дороги Тут Это Туннели Первый Второй Может Быть Да И тут И Такие Каньоны Тут Еще Есть Поселок Вот Один В центре А Фактически Вокруг Горной Долины Это По сути Поездка Так Ну Давай На 407 Поедем Что-то Долбанулся Давай 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 Там Там Вон Дорога Перекрыта Там Вон Трап Блин Есть Можно Отдолбаться Мотор Кстати ЧР Чеченской Республики Старый Шелкий Номер Спидометр Как видим Рабочий Из оргстекла Флажок Вон Педали Работают Ну Так Немножко Просто Покатаемся Можно Конечно Катастрофы Делать Но Я Хочу Просто Пока Покататься Посмотреть Как Они Себя Ведут На Горных Дорогах В принципе Неплохо Но Иногда Может Заносить Вот Тут Бордюры Появились 407 Мотор Будет Куда Вот Работает Освещение Вот Возможно Подсвечивается Прибор Тут Конечно Старая Машина 407 Кузов То Сделался Толли 402 Который 400 401 Замел Флажок Из оргстекла Вот Ставился Да А потом Они Упростили 61 Года И К сожалению Просто Отлитая Капля Такая Была Такого Кайфа Не Было Руль Тоже Такой Пластиком Белым У него Огромные 15 Дюймовые Колеса И он Может В принципе Переваливаться Через Достаточно Как Сказать Крутые Преграды Всякие Мощности Не очень Много 45 А на 402 35 Там Старый Мотор Ставил Нижний Клапан А вот На 407 Верхний Клапан И Поставлю Универсал Тоже На Его Основе Был Фургон Интересный Вездеход Джип А вот Пикап Серийно Делались Их Резали Тут И Стар Такси Было И для Врача Еще Похоже Для Инвалида Тоже Вот Туннель Скорость Приличная За сотню Вроде Максимально Так Все Я въехал В Туннель Не Не Особо Конечно У него Классно Фары Работают Электрика Старова Вот Он Как Если Видишь Как Красиво Со стороны Смотреть Надо Выпрямить Иначе Сто Пудово Ты его Разобьешь Модели Кстати Для Игр Это Выполнено Неплохо Тут Можно И Ручную Коробку Ставить Более Такую Выдуманную Моторы В них Низко Оборутистые В москвичах Их Не Перекрутишь Вот Наверное Можно Перекрутить Только Более Таким Как Вот В Князе В Владимире Можно Перекрутить Вроде бы Так Ну Какой Это Крутой Поворот Кстати В этом Вот Этом Москвиче В 402 Не было Молдинга Сбоку И Не было Надписи Москвич А барашек Такой был Гребешок Длинный На все Крыло А вот На 407 Уже Молдинг Появился Что его Можно было Обдавать В два Цвета Когда Модным Считалось И Такой Порожек Поменьше Надпись Выложили Москвич Вот Спереди Еще Такой Красивый Значок Был Со Спаской Башней Там Кребылевской Стеной Лучи Прожекторов Вверх Там тоже Небо Могло Быть Разным Синими Такой Голубоватым Фоном Потом Зеленоватый Фон Вроде Был И Красный А потом Столько Строго Занесло Вот Отормозим Ну все Пиздец Крутой Поворот Крутой Вещь Долбанул Ну ладно Мы Устанавливаемся Что-то Вещь Золотить То Может Такая Некритичная Авария Все равно На 403 Это уже Переходной Был 408 Там и Вот Руль Передняя Подвеска Были От 408 Так Там Только Могла Быть Вот Эта Цапля Такая Вот В виде Капля Цельная Они Упростили Потом Спереди Гребешок Встали Цельно Хромированный Беззорно Закладил И Значок Только Красным Полем И Так Живали Бы 61 Года Или 60 Или Да Нет 60 Точнее Вот Спереди Такой Был Брус С Такой Ёлкой В центре Как они Звали Шишкой Вернее Шишкой Шишкой Они Потом Там Поставили Надо Притормаживать Это Сейчас Несет Поставили Там Потом Как бы Как это Сказать Сеточку Такую Опять Занесло Так А Кстати Где Ты Находишь Контейнеры А Где Кстати Москвичи Те Стоят Вот Не Здесь Наверное Да А Деревня Это Кстати Где Вот Что Ли Ну В принципе Там Не так И далеко Знаешь Как Скоблит Там Что-то Какая-то Каша Ему И не Вылезти На таких Покрышках Заднепривод Здесь Буксануло Заднее колесо Ну все Капец Можно Не Вылезти Чип Чип Та был На 410 Из него Ну как Валит Тут Вроде бы Значок Красным Фоном Сделан Все-таки Лучше Управлять Из Салона На такой Плохой Дороге Вообще Ни хрена Ничего Не видно Я вот уже Пытался Пару раз Залить Но что-то У меня Не получилось Что-то Подзависло Все Там Движение Можно Запустить Я не знаю На этой карте Есть движение Надо Посмотреть Карт В принципе Много Там Треки Есть Разные Местности Можно Кстати Тут И летать И Плавать И даже Поезда Поезда Только Сложнее Ставить Как-то Мне никак Не получается Поставить Нормальный Поезд Надо было Сразу Ставить На Карто Все Долбануло Капец А вот Все Приехали Вот Стоят Эти машины Так что Машиночки Привет Не знаю Сколько это Километров Ну Километра 2-4 Может 4 Привет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ладно. Ну, тут вот могут и вязнуть. Снег-то хреновый. Водитель, к сожалению, вас там не предусмотрен. Посадить вроде манекены можно, но сложнее. Так, ну 408 теперь. Так, ближний и дальний свет. Сразу мотор по-другому чувствуется. Конечно, намного резвее, чем 407. Бьется легкий снежок и искрится каток. Вот мне больше по управлению нравится вот этот. Как он себя и ведет ее. Ну, это, конечно, модель. В одном месте такая была фиговая. Тут есть карта экспериментальная. Там всякие трассы. По каким-то скользкой дороге. Служенными странами. Польская сирена с мото-мотором. В двухтактном. 750 кубов, а она 749 поднялась спокойно. А москвич не осилил. Потому что полная херня. Как москвич-то мог не понять, у которого намного литров больше. И силы литров. Ну, тут как бы зависит от модели еще. Как автор сделал модель. Задиры поршней на нем примерно при 190 километрах начинаются. А при 280 полностью рвет цилиндр. Это если с высокой горы спустить, не выключим мотор. Такая будет фигня. Тут есть карты убийцы. Где можно как бы спускать их до смеха. Просто раздалбливаем с трамплинов каких-то скатов. Ну, и так. В принципе, неплохо. Он должен, чтобы поступаться. Как он едет. Видит москвича, вид вот всегда. Вот никогда я бы не сказал, что москвич дерьмо, как некоторые пидорасы говорят. Вот че вот дерьмо красивое? Че дерьмо-то? Вот че, разве он некрасивый выглядит? Нормально выглядит. Все прикольно. Понятно, что вот этот-то, конечно, москвич, он старый. Ну, в че, в принципе, классический такой, в принципе, нормально. Компактный такой. Волги че-то не люблю. Можно что-то посмотреть будет. Волги-то тоже есть. С Жигулем, конечно, обязательно сравнить надо будет. Но не люблю это что-то. Резко тормозить нельзя. На такой дороге сразу же не идет. И вообще, мучник резко точно нельзя рвать. Сразу заносит. Тут надо руль. Клавишами-то не особо, конечно, подручно крутить. А что-то я попробовал трекболом. Как бы не особо классно отключать. Ну, конечно, надо руль. Жаль, они заразы в клавиатуре не вставляют рули. Маленький бы руль не помешал. Так, второй туннель проезжаем. Карты тоже, они все запускаются. На некоторых, к сожалению, текстур нет. Приходится удалять. Стоп, стоп, стоп. Немножко повредился. Памперы повредил немного. Дороги-то такие скользковатые. Можем запросы заносить. 408-й мотор. Тоже классно гудит. Ну, с нормальной, вот так на заводе они 120 показали скорость. С нормальным карбюратором он 130 запросто развивает. А может, может и больше развить. Конечно, у него возможность поменьше, чем у 412-го мотора. 408-го, собственно. Ну, тоже неплохо, в принципе. Четная скорость. Это тоже приличная. А 412-й, вот, 150 может спокойнее, даже 160. Если нормально карбюратор. Ну, больше-то опасно разгонять. Там, наверное, и карь ломанет что-нибудь. 160 вроде как можно, теоретически. 150 вроде без проблем. 408-й, вот, спокойно 130. Не знаю, как больше реально разогнать. Там, может, не переломать бы его. Спидометр-то до 160 пробит. То есть, это теоретически говорит о том, что теоретически он может разогнаться. На заводе предел такой мы поставили. Так, так, и собра. Стоп, стоп, поставь на ручье. Опять вот это херовое место. Надо аккуратно быть, можно запросто улететь. Тут надо руль, конечно, потому что я клавишами, я не могу нормально его контролировать, короче. Сейчас тут уже конец лет. Ну, смотри, вот если съехать, вот там на джипах-то можно гонять. Всяких багги там, футах. Тут же тоже есть. Ну, на обычной, чё-то херовато, херовато. Сразу же полный пиздец. Стоп, стоп, стоп. Стоп, стоп. Сейчас ты его посадишь. И играешь. Не выехать. Так, немножко ему помогли. Хорошая машинка. Ей жить ведь можно. Летом-то вообще в ней классно. Зимой-то, в принципе, печень. Летом-то вообще классно. Можно балдеть. Конечно, не в говно-местах. Таких спокойных надо было. Можно балдеть. Всё, уже подъезжаем к этому посёлку. Ну, чё, в принципе, я его ни разу не разбил. Чуть-чуть там помял бампер. Вот, скировал ей смеси. Так, ни разу сбил, ни разу. Ну, особо этой точности не нужно делать. Как-нибудь уши припаркуем. Так, следующий. 21.40. Обычный. Да стоп-стоп, сейчас долбанёшь. Я люблю красный цвет. Мне красный цвет нравится. Хотя и другие, в принципе, неплохие. В принципе, чё говорить-то. И другие хороши. Ну, чё-то, блин, смотри. Как-то... Не совсем он доработан. Вот есть более лучшие версии. Это 1.0, 1.1, у меня 1.1. Вот этого мода конкретно. Есть более лучшие версии. Там больше машин. Ну, больше 21.40 этих. Кстати, они в кредит их вот продавали. В 80-е годы. Больше было в кредит его купить. Но, та, чё-то, версия, чё-то у меня пана. Текстур нет, и другие тоже орут недовольны. Чё-то здесь, видишь, много в этой бинке версий, поэтому неизвестно, но, видишь, зачем так было делать. И не могут, видишь, не работать. Может, пофиксит когда-нибудь. Мне-то, конечно, больше москвичей всего интересно. Тахометра нет. Кирпич немного раздражает на руле. Конечно, он безопасность дает, но чё-то вот как-то мне он бесит перед мордой. Всё время этот кирпич ездит. Ну, на рулях вот эта накладка, я чё-то как-то её не особо мотор здесь 412-й, 21-40. В принципе, он же не отличается-то от 412-й, очень мало чем. Ну, двери с безопасными ручками сделаны, борту немного изменили, крылья срезали. Сзади крылышки, которые на капоте, на багажнике. Ну, в принципе, то же самое всё. На 412-й очень похоже. 418-й, 412-й, на ЕЕ-шниках там вот сделали безопасную накладку на торпедах. Раньше металл был. Чё-то нравится, как москвич держит дорогу. Видишь, как можно его нормально, на принципе, на приличной скорости вот. Соп-соп-соп-соп. Трасса херовая. Можно запросто посадить. Туннели тут два. Один длинный и покороче. Вот сейчас длинный туннель. Вот тут какой вид имеет. О, сука. Это из-за этих цифр? Ну, чё такое? Всё, ты его толпанул. Здорово. Если он вообще не сил. Порибрик. Сел на порибрик. Всё-таки. Прицепы тоже, может, разный. Прицепы. Ну, какой он его вид. Ну, может, конечно, так, экспериментируя, конечно, тюкнуть его без проблем. Да, конечно, красиво во время заезда смотреть на машину, но тюкнуть можно. А ещё можно будет обзор провести, какие радиаторы бывают в москвичении. Там тоже отличались 408-го и 412-го. Но эта машина лучше не ставить ещё. Может, и повиснуть. Это очень скоростной компьютер. Сейчас за 100% на повиснутый. Опасный поворот. А звук мотора везде 408-го отличается. Вроде бы будет более слабо. 408-й здорово отрывается. В этом-то в 412-м послабее. 408-е, да. Пошумнее, пошумнее. Короткий туналь сейчас проедем. Надо сбрасывать там что-то опасное. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Каблучок ещё есть тоже, но он... Ну, ржавский ещё потом протестим. Слишком много лучше не ставить, потому что они могут повисать. Стоп-стоп-стоп-стоп. Чё, куда заехал? Ну, куда вот заехал? А тут не выйдешь, ты. Он, видишь, уже долбанул крыло. Только выйдет на дорожную. А, выехал. Всё нормально, выехал. Вроде 8 машин примерно можно поставить. Там дальше будет риск, чтобы повисеть здесь. Да и долго ставить. Ну, 8 вроде можно. Я проверял, 8 нормально. А даже танки вот есть, батлеры, всё это есть. На катерах можно поплавать. Не так много, но есть. Вот вертолёты, чё-то, к сожалению, все нерабочие. Самолёты есть хорошие. Да, можно летать. Немецкий вот Мед-262С. Бомбардировщики там, какие-то пассажирцы. Можно летать. Но их очень сложно посадить. Сидеть-то без проблем, а сажаешь, как правило. Не получается ничего. Очень крутой сейчас поворот. Так, ну нормально. Уже опасное место. Подзбросим. Стоп, стоп, стоп. Вы что, сюда выбрали? Видишь, обледенелая. Представь, я себе фуру пронесю. Я какой-нибудь самосвал здесь. Блин, пиздец. Номера тут можно менять. Просто увозится ли. А так, ну, можно заменить. Детали тут можно кое-какие поднастроить. Всё, уже конец сейчас. Что, сейчас? Всё. 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 Но 2,4 нас придут. Вот все уже городок. Городок Снежинск. Так, ну запрасываем. Все, нормально. Теперь 2140 SL. Ну, наверное, в принципе, от обычного 2140. Что-то только антуражом отличается. Чем он отличается-то еще? Просто антураж. Конечно, он шиковый. Обычно у вас, а вот если выбирать, конечно, 2140 не стоит выбирать. Ну, еще его дают выбрать. Ну, в принципе, и тот неплохой. Но в этом зато, правда, в том, есть хром, а в этом уже нету. К сожалению, вот такая вот. Мотор все тот же. Подсветочка такая прикольная. С индикаторами. Недавно, кстати, модель эту выкинули. Я сразу же ее скачал. А Ижевский можно отдельно. Чтобы лишние. А то еще повестится нахуй. Ну, в принципе, компу-то можно было поставить. На нас, с другой стороны, мало чем от обычного отличается. Ну, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Тут я просто разных наставил. Можем поставить одни, только 408 и 412. Посмотреть. Дворники сжали, что не запускаются. Прикольно. Тахометра, жаль, нету. На Жигуле-то сразу тахометр поставили. Тут что-то схалтурили. Уже была же. Тем более детали для Жигуля выпускался. Хер там, видишь? А посрались. Что, дырку, что ли, было не найти? Тахометра. Ну, лучше, конечно, гонщики-то сами ставили. Лучше, чтобы с завода поставили. Там покрасивше будет. Просто колхозить. Непонятно, куда его вставлять. Уже как бы дизайн нарушается. Как-то вот я не люблю портить. Одно дело просто на магнитике что-то поставить. А другое дело что-то взять и испоганить. Сверлить дырок каких-нибудь. Не особо это мне нравится. Все, туннель. Универсалов что-то, фургонов пока нет. И 400-го нету. Тоже было бы классно. Вот он. Убили. Аккуратнее, это угрежется. Ну вот и выход из туннеля. Из грузовиков, к сожалению, не все советские. Вот красный неплохой. Красный 256. А вот было бы в фермере много машин. Там-то все есть. Но там скукота. Так что-то выращивать. Какой-то херней заниматься. Мне что-то это как-то не понять. Зачем мне это херней заниматься? Какой-то просто сел-то покатался и все. Ну надо еще съедить херню. На ней ездить, притом она ломаться будет. Надо ее продавать. В общем, такая ерунда какая-то. Занятие херней. Это непонятно. Сейчас из-за этих гнид. Ее купить-то нереально. Steam мы ведь не проплачиваем ничего. Сволочь. Все отключила в Steam. Карточки не работают отсюда. Только если через другую страну покупать. Кто-то перекинет туда денег. Вот видишь, а регистрировать в этом дерьме нельзя было. Это было где-то в другом месте. Регистрировать аккаунт. Это, конечно, нельзя. Так, вот аккуратнее, аккуратнее сейчас. Занесет. Это занесет сейчас. Занесет сейчас. 140 максимальная скорость. Больше не поднимается. Значит, отпустить педаль. Так быстро скидывает. Угу. Так, опасный поворот. Вот тут надо сбрасывать. Можно раздолбануться. Вот давай, слушай, аккуратно. Иди на самой малой. Все равно заносит. Скользкое, зловещее место, как говорится. Можно просто долбануться. Тут можно немножечко уже разомиться. Аккуратней, аккуратней. Да, блядь. Ну что ты делаешь-то? Вот, сука, вот опять сел. Сейчас он выйдет. Не страшно. Теперь уже конец ближе. Теперь уже конец ближе. Все, все, паркуем. Все, паркуем. Все, готово. Теперь давай на Максимочке пройдем. Красный, что-то я маловато, кстати, видел в реальности. Все, в основном, какие-то они светлые. Переднеприводная машина, кстати, посмотрим, как взял. Так, ну вот Максимочка. Тут что-то не доработал. Не видно, как свет загорается на циферблате. О, видишь, тахометр-то растет, растет. А если перекрутить, вот видишь, машина с тахометрами, все, пизда. Как один чувак говорит, нахрен спидометр, а и по тахометру все. Ну что, если перекрутить, все, пиздец. Вот выше старой-то нет тахометра. И похер даже об этом и думать-то особо не нужно. Потому что низко обороет. А тут, если что, все, посадили мотор. Тахометр, если перекручен. Так что, дави на газ, уже хер подавишь. Дави на газ, как в старом. Дави, да дави, пока не вылетишь с дороги. Я уже на другую скорость переходил просто. Когда обороты достигают нужного значения. Ну, надо сразу смотреть на тахометр. Штука такая, что можно ее перекрутить. Пиздец. Машинки капец сразу наступят. Задрет поршни там. У них наверху уже в поршнях канавки сделаны. Их задирает все, пизда. Это будет сложный ремонт производитель. Менять поршни. И цилиндры может повредить. Так что, 21.41. Все, первый дуннель. А есть вот карты, где трамвайных путей до шишаток. Там они... Но трамваев, к сожалению, вот нет. О, как несется. Классно. 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 А, кстати, у него же чё-ка была такая фигня, у них мотора-то нифига не было, вот, моторный-то цех они так и не сделали, там 414 должен был мотор стоять, а цеха так и не достроили, так они вставляли 412-й, хотя он у них фигра не тянул, и вот потом УЗАМ новые моторы создал. Как-то он называл УЗАМ 331 и 337, кажется, называют, которые на 1,7 на 1,8. Ну и в конце уже, когда вот он Светогор назывался, так они и отринули у него, в моторе стояли. В Максимку тоже в моторе отринули, вставляли. Просто другой девочек, князь там Владимир Поключаевич, Максимка. А Максимка, он так назван, что это как бы гибрид москвича и симки, с которого скопировал. Так, проехали второй туннель. Говорят, что, мол, переднеприводная лучше дорогу держит, не заносит, мол, и... Все надо проверять. Тут есть вот ледяные поля, на них-то и надо проверять, как это занесет, не занесет. Какие-то все заднеприводные классические машины. Классические машины. А здесь еще задние моторники. Тут жалко, что Шкод-Тай. Вот Запорожье есть, вот надо будет проверять. Запорожье сможет тоже проверить. Только что много-то слишком не стоит кидать, может повиснет. Будет или медленно загружаться, или вообще повиснет. Ну, машинах 8 можно. Может и 10 можно попробовать. Но больше лучше не надо. Еще и повиснет. Так, вот это очень опасный поворот. Тут скользко, похоже. Ничего занесло. Ну, в принципе, вот он с дороги-то не съехал. Все, я выехал из этого поворота. Ну, я вот не люблю такие машины, когда хэтчбек дверь-то в салон ведет. Все равно сюда что-то такое огромное-то не положишь. А что это за херня открывать постоянно? А если собачий колон и грижи в бэк-эндики? Да даже он здесь на хера комарья. Потому что на хера налетится на хера-то надо. Кайф такой-то. Да, придумали херню, короче. Банановую. Ну, это как в комбе. Ну, универсал-то он как для хозяйства. Смотри, там больше. Хэтчбек не то, не сего. В принципе, нормально прокатил ни разу. Даже его варю не попал. Сейчас посмотрим, как князь Владимирович. Все, уже подъезжаем, можно скидать. Ой, какая вещь, грижу галитет. Ну, все. Так, князь Владимир с мотором Рено. Самый классный сир. Так, ну, поехали. Рено 200 километров будет давать. Включился свет. Модель сделана классно. Очень мне понравится. 2140 убогонько сделан. Вот, сука, более лучшую версию. Пока никак не получается, сука, поставить. Потому что, почему? Потому что там текстур там почему-то нет. Такая вот нехорошая история. Тут поизящней руль сделан. Ну, он длинный, как чайка тут. У него, может, не как чайка. Но подлиннее за вставки. Поэтому тут надо аккуратнее ввести. Прикольная машина. Я ее люблю. Смотри-ка, что-то дымится. А что за хрень? Перекрутили мотор, что ли? Что-то дымится. Да все, пизда ему. Моторчик-то сдох. А что за хрень это? Почему мотор сдох? Какого хера? Почему мотор-то сдох? Непонятно. Мотор Рено, заметь. А если сравнить с мотором Бузама? Тоже подохнет или нет? Видишь, на тахометр этот сраный все время глядеть. Так, все. О, сзади можно сдохнуть. Прикольно. Ну, прикольно. Что и говорить. Какого хера мотор-то подыхает, интересно. Да, тебе и 200. Ну, я не знаю, надо знать, как модели-то сделаны еще. Блядь, поймем. Все, мотор сдох. Мне сейчас ГРМ повредили. А почему, почему, что за хрень это? Это вот из-под коня ничего не понятно. Я не пойму. Какого хера, почему? Почему мотор-то повреждаетесь? Ну, видишь, с мотором бы сравнить, по его желательно, Узамовским. Максимке оторвали деталь. Давай посмотрим на эту шкалу. Что за хрень-то почему мотор повреждет? В реалии, что они перекручивают им мотор постоянно? Точнее, не спортивные, а супер-тачки. Дорога不 Все, мотор сдох Ах, какого хера-то, блядь, я так сделан-то Я вот не понимаю Что за бредня, блядь Скипает вода, скажем, в радиаторе Ах, какого херя-то, блядь Надеюсь, жалюзи-то на нем закрыты Непонятно На Максимке такого не хера Да, у меня есть в Владимире По этому нет Тут мотор Рено Хер его знает Надо его будет сравнить с мотором от Зама Может, Замовский ты, может, и понадежней Попроще, но по надежде Замовский-то 85-7 Вот что делаешь-то Все, долбанул его Дальше, доленем до конца Попробуем, до конца даем Первый туннель Субтитры создавал DimaTorzok А чё, это у него быстрая вода, что ли, боги парит в радиаторе? Бред какой-то, блядь Вот, видишь, внизу я смотрю Видишь Ну, на панели приборов Левая Чё-то быстро она почему-то выкипает Чё-то херя-то, блядь В реальности точно так не может Надо будет сравнить с мотором от Зама Субтитры создавал DimaTorzok С Максимкой нет, не было никаких проблем. Тут закипало, вот, видишь, закипело. Ну, может, модель херовит, но это будет с Узамовским мотором обязательно проверить, посмотреть. Узамовский мотор, так, херово себя ведет или нет. Сектальне, честно говоря, Реновский же, они туда, по сути, всрали. Ну, хер узнать, надо проверять. Может, модель так херово сделает. Почему же скипать-то так, безрадиатор, что-то херня. Катичка какая-то неисправилась. Вот, долбануло, как тебе. Вот, это место-то хреновское. О, все, пиздец. Конец уже, вроде, совсем недалечко. Вот. Катичка какая-то неисправилась. Катичка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, конец. Че-то князь Владимир показал себе херово. С мотором Рено что-то как-то совсем херово. Вот это разбитый максимум. Ну, в принципе, 407-й просто старый тянет не особо быстро. 408-й, все 2140, нормально. Максим, как себя, хорошо показал. А это че-то как-то не особо оторвало крыло. Вот и подчинился, подчинился. Так. Ну, короче говоря... А вот давай смеха ради нас с трамплина прыгнем. Дальше он угробится там. Ну, давай. Слышим прыжок дня, как угробится. Просто для смеха. Издевательство. Ну, пускай. 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 Тут мотор вот ни хера не перекрывается Все ок, работает Прыжок смерти Ооо Ну в принципе неплохо что и полетал Нормально Еще на ручнике Ну-ка, интересно по бездорожью Покатит он по бездорожью Ну в принципе едет Тут каша снежная Понятно что он быстро тут не проедет Ну нормально Там по бездорожью едет Так, крылья побивает эти Там какая-нибудь херня так Ну как Хе-хе-хе Не знаю, сейчас покоцали его не буду Покоцали Так, а 407-й интересно в кашу такую едет Не решишь ему ни хера не проехать Да нет, он же едет в принципе Нет, в принципе едет Мокрая какая-то каша Нормально в принципе едет Так, ну а этим Чего-то этому не въехать А че это он Че это он Зассал Ну а так это едет в принципе Где ехать? Едет Нормально Нормально Так, ну и сел тоже, наверное, как проедет Как передние приводы себя в кашу ведет Ну едет вон Подолбает как эту кашу Такие надо до конки в такую кашу Вообще, это долбает только так Нормально Так, ну и князь Владимир Как сперпока Как у князь Какая князь грязь тут разбилась О, как шпарит Изъятия, они вроде в пробегах Как-то делали В гонках, не знаю, были хоть раз Максимку пытались ставить, но нет Старые-то москвичи все гоняли И усы гоняли И эти Здесь сильные Мотор перекручил Так, ладно, теперь давайте ручек говорим Что сделаем Вот посмотрим сейчас, можно ли запустить дорожное движение Так, дорожное движение Запустить О, поехали Да, движение создалось Все вещи разъезжаются Там аварии вон у них создаются Подальше отъедем Кем не мешать выехать А эти что стоят? Этим не уехать? Что-то эти застряли Тебе и все дороже Что, все? Получилось? Да Там какая-то вот стоит О, не, ездит Слушай, вот 2140 поехал О, это, ну, это пикап Это американский SL Вон там поехал В принципе, ездят нормально Встречные машины появились Может, я тут лишь аварии могут возникать О, аварию кто-то создал SL создал синюю аварию О, привет, привет тебе О, князь Владимир поехал SL тут едет О, сколько машин Впереди там много сколько машин Тут авария, я слушаю, у них 407-й, Максимка Вот этот пикап гавриловский И создал SL аварийную, наверное, аварию Паразит такой Ну, бывает, бывает Иван, вот, давай, давай, давай О, что это ты виляешь-то Пьяный, что ли Ура, один На поворотах-то не шибко Газует Кто тут у них авария Ну-ка посмотрим, можно, можно обогнать Там вон князь Владимир едет О, сейчас в аварию Не, нормально, нормально Ну, так нельзя, ведь, запахнет О, кстати, шпалит, так как 407-й перед тобой Хер-то его еще и обходишь Так Все, обошли 407-й Максимыч Вот тут авария И неисправная машина их Закрыла потом Всех обогнул Так Так, аккуратней, аккуратней Кто там, кто там съехал, съехал Мои, смотри, сейчас Летишь О, сука, че делаешь Ты че, пидор, сделал Дурот Сука Все Поломали мне машину Сволочи Точно, аккуратно, он, падла Просто Ну что и это-то Так же, мразь делает Ну, это-то, вообще Пьяный, что ли, блядь Ладно, уехал А князь Владимир Че делает Вот Слушай, опять поворот делает Уууу Чувачи, козлы Все вдруг Поворот сделали Козлы Убились, что ли Акробаты, блядь Дебанутые Три машины, а вдруг поворот, черт, конечно, опасно. А вот сейчас прокачиваюсь, да, наверное, можно ездить. Сейчас уже заедем, наверное, до конца, посмотрим. Трасса, в принципе, как сказать, на кольцевые гонки напоминающих. Кольцевуха. Тут есть линейные трассы. А еще, вот, например, по городу можно гонять. Там много всяких дорог. Вот как на кольцевуху, похоже. Только еще побольше разных трешечек просто. Треки, кстати, прикольные. Можно тоже гонять. Интересно, там движение на треке тоже можно создавать или нет? Да, смотрите. Есть трассы, где нельзя создавать. К сожалению. Движение. Так, сбрасывай, сбрасывай. Так, вот тут неисправная машина. Давай обходим. Там впереди вереница едет. Стоит. Нет, нет, еще навстречу одна едет. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас, сейчас авария. Там авария. Нормально, нормально пошли. Ну, конечно, все пользуются дорогами. Если какой-нибудь дегенерат съехал с дороги, так... Хе-хе. Некоторые вон съезжают. Короткий пузырьчик. Короткий пузырьчик. Навозный ком внезапно выйдет навстречу. Это все гарантированно аварии. Как-то вот от него уходить. Какой-нибудь навозный ком внезапно удумается. Выехать навстречу. Какой пиздец. Слушай, авария. Сейчас мы обходим нормально. Нормально выходим. Движение, кстати, оживленное довольно. Мы уже в эти машины, которые боту управляют, не сесть. О, какой красивый. Красивый цвет. Желтенький 407. Редкий. Редко они такие встречались. Давай авария, авария. Мы были легко? Аккуратнее. 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 Тут аварийная машина. Вот чикань красивый. Капина aynı фокусная. Вит end все поднабель savoirой там. Капина正f. Экскольная пуза стоит работает. Вот тут один, один загорает на обучении, чувак, в снег въехал, в снег. Принцип пикапа надо было заменить, чем его. Можно автобус было поставить. Ляс, Ласс, Карл, Басс. О, там авария нередная, смотрите, что они делают. Аккуратнее, всё, обошли, обошли. И этот в аварию попал. Сука, чё куда встал там, пидарас? Это опаснейшее место, нельзя гнать. Выход с коньёра. Вроде всё его прошли. Всё, проехали. Давай, 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 гони, гони. Сейчас надо пропускать. Ну, поехали. Ну, ты чё делаешь-то? Хочется, это не стоит. Не хочется идти в Москву. Ох, бабочка есть. Ох, всё там, у них авария. Ну, слушай, ювелирно просто. Просто, так нельзя, конечно, делать. Ну, ювелирно. Это, блядь, и те пить, да, раз, и аварию сделали. Интересно, 403, а тут есть, блядь. У него радиатор-то другой не будет. Тебя ведёт, что делать? Эй, пропускаю Максимыча. Ну всё, приехал в посёлок. На деревню к дедушке, как говорится. Эти вон, вон там бьются. А чё, они дебилы? Пытаются через виш-барьер. Виш-боты тупые. Офигеть. Все просто бьются, тупо да и всё. Кстати, турист вот именно из этого был. 408М. Ну чё, наверное, свёртываться, наверное, там. Офигеть. Офигеть. Офигеть ещё стоит. Нормально покатались, потом на других картах тоже покатаемся. Посравниваем тоже их там. Можно с жигулями там всякими, с Волгами посравнивать. С забором, конечно. Инвалидов, к сожалению, нет. Тоже было бы прикольно погонять, но вот нету.